Привет! Меня зовут Александр. Я читаю научно-популярные лекции. И я не один такой, у нас тут много. Где-то треть зала тоже читают научно-популярные лекции. Я хотел бы это исправить, я хотел бы, чтобы часов было больше. И основную проблему мы видим в пороге вхождения. Сложно подготовить полтора часа выступления. Потом нужно подготовить какой-то зал, каких-то людей найти, всё прочее. Сложно пойти просто так и полтора часа слушать какого-то парня, которого ты первый раз в жизни видишь. И мы решили немножко поменять формат. Мы решили уменьшить порог вхождения для и тех людей, и тех людей. И в чём суть? Для первых формат. Мы решили читать короткие 15-минутные лекции. За 15 минут можно сделать очень многое. Вы все видели лекции TED-а. Вы все знаете, что это замечательный формат. И за 10-15 минут люди успевают рассказать всё о своей жизни, чем они занимаются, и планах на ближайшие 5 лет. Поэтому, я думаю, у нас тоже получится сделать хоть что-нибудь маленькое. Относительно тематики. Это будет в основном в среднем научпоп. Но одна из лекций каждый день будет посвящена либо ораторскому мастерству, либо работе с текстом, либо просто более глубокому пониманию русского языка как такового, или любого другого языка как такового. Относительно тематики всех остальных лекций. Мы хотели бы легкий уклон в global topic, в глобальные проблемы, которые являются не просто интересной научной задачей, но и интересной задачей всего человечества в отрега от науки тоже. Можно использовать доску, можно использовать презентацию, можно не использовать ничего, можно использовать плюшевых игрушек. Семченков сегодня вечером покажет бумажный компьютер, сделанный из бумаги. Сейчас они сидят, вырезают фигурки. Вот. Можно не использовать ничего. Мы живем в отличное время, в век информации. В век информации есть замечательные свойства. Если я с кем-то поделился информацией, у меня не стало меньше. Поэтому мы делаем видеозапись, так как зал у нас небольшой, и влезает не очень много людей, все ваши друзья смогут посмотреть записи, еще огромное количество людей тоже смогут посмотреть записи. Поэтому нам не важен большой зал. Мероприятие не коммерческое, в обе стороны. Никто из лекторов не получает никаких денег, никто из входящих не платит никаких денег. У нас есть черновые варианты как-то отблагодарить ребят-организаторов альтер-школы в виде фри-донейшена на входе или что-то такое. Вот. Ну, это планы, идеи, не более того. Мы живем на меценатские пожертвования, и наши затраты пока невелики. Мы в конце концов не делаем ничего, кроме того, что делимся знаниями. Что еще хотел бы вам сказать? Для того, чтобы делиться друг с другом знаниями, не нужно никакое разрешение. Вам не должен приходить призрак Эйнштейна среди ночи и говорить «Ты! Ты должен прочесть лекцию!» Нет, ты просто делаешь это на руках. Не нужна ученая степень для того, чтобы просто рассказать другим людям то, что ты знаешь. Ты просто это знаешь, ты просто об этом говоришь. Сегодня у нас будет четыре выступления. Первое выступление у нас будет про радиацию. Нам это скажет Таня. Давайте ее поклопаем. Всем привет! Меня зовут Таня. И сегодня я хочу рассказать вам о радиации, потому что о ней очень много говорится, но мало кто представляет в деталях, как именно она работает, как она воздействует. И я хочу прояснить механизм ее воздействия и немного поговорить о том, какие основные подходы к ее изучению. Поэтому сегодня я хочу... Так, где там у нас наш оператор? Мы делаем магический проектор. Сейчас у нас облучат. Мы закрыли проектор. Мы закрыли проектор. У нас не работает проектор. Он немножко спит. Вот. На самом деле, пока он не очень нужен, пока я буду продолжать. Чтобы рассказать о радиации, сегодня я хочу остановиться на таких темах. Во-первых, что такое радиация, какие существуют виды излучения основные, как именно они ионизируют атомы, что происходит после этого с клеткой, и как вообще радиация изучается и нормируется. Начать хочу с определения. Радиация — это ионизирующее излучение. Излучение — это энергия, которая испускается и распространяется. Теперь разберем, что такое ионизирующее. Можно мне, пожалуйста, следующий... Спасибо. Как-то здесь очень ярко. Да. Он сейчас накаливается, он садит ярко. Вот. Теперь отлично. Я так думаю. Вот. Это атом. Это планетарная модель атома. В упрощенном виде нам ее сейчас вполне хватит. Атом состоит из ядра и электронной оболочки. Ядро, в свою очередь, состоит из протонов, вот такие веселые, и нейтронов. У протонов и у нейтронов примерно одинаковая масса, но при этом у протонов есть положительный заряд, у нейтронов нет заряда. Все это дело окружено электронной оболочкой. Электроны имеют намного меньшую массу, чем протоны и нейтроны, но они имеют отрицательный электрический заряд. Теперь важное. Количество протонов и электронов в атоме одинаково в норме. Это при этом атом получается электрически незаряженным, потому что протоны и электроны компенсируют друг друга. Но если у атома оказывается электронов больше или меньше, чем нужно, то атом превращается в ион, электрически заряженный атом. Если у атома есть лишние электроны, то тогда атом будет заряжен отрицательно, а если у него не хватает электронов, то получится, что положительный заряд вот этих товарищей протонов будет не скомпенсирован, и у атома будет положительный заряд. Теперь о том, какие есть основные виды радиации, ионизирующего излучения. Обычно выделяют альфа, бета и гамма излучения. Вот альфа-излучение. Альфа-излучение состоит из потока альфа-частиц. Это такие большие тяжелые частицы по атомным меркам, потому что они состоят аж из двух протонов и двух нейтронов. То есть у них большая масса, и у них двойной положительный заряд. И когда эти альфа-частицы проникают в вещество, то они взаимодействуют электрически, потому что у них двойной положительный заряд. Они взаимодействуют и с электронными оболочками атомов, и с протонами в ядрах атомов. И таким образом они могут выбивать электроны из ядер, передавая им часть своей энергии. Эти электроны могут лететь дальше и ионизировать другие атомы. А сами альфа-частицы при этом будут немного терять свою энергию и замедляться. И вот они очень интенсивно взаимодействуют с веществом, поэтому достаточно быстро теряют всю свою энергию и останавливаются. Затем бета-частицы. А, еще то, что альфа-частицы, из-за того, что они очень быстро останавливаются, они на самом деле останавливаются практически чем угодно. То есть они останавливаются листом бумаги, одеждой и даже ороговевшим внешним слоем кожи. Поэтому при внешнем облучении альфа-частицы не будут опасными. Они будут опасными только если вещество, которое выделяет эти частицы, проглотить или вдохнуть. Тогда они будут сразу воздействовать на незащищенный организм. Затем бета-частицы. Бета-частицы — это поток электронов. Электроны, у них масса намного меньше, чем у альфа-частиц, и у них есть единичный отрицательный заряд. И тоже при попадании в вещество они будут взаимодействовать электрически, электростатически, путем отталкивания от электронов в электронных оболочках атомов. И если сила вот такого электрического взаимодействия превысит силу связи этих электронов в атомах, то эти электроны тоже вылетят из атомов, и атом окажется ионизированным. Бета-частицы будут взаимодействовать с веществом слабее, чем альфа-частицы. Поэтому они будут проникать в вещество глубже, чем альфа-частицы. И от бета-частиц при внешнем излучении уже лист бумаги не защитит. Они останавливаются несколькими миллиметрами металла или несколькими метрами воздуха. И при попадании в организм, при внешнем облучении организма, они уже могут вызывать и радиационные ожоги, и общую лучевую болезнь. Теперь я хочу поговорить о гамма-излучении. Гамма-излучение — это, по сути, электромагнитное излучение, такое же, как видимый свет, как радиоволны, только у него очень большая частота, очень маленькая длина волны. И оно обладает очень большой энергией. Вот если рассматривать его как поток частиц, поток фотонов, гамма-квантов, то станет понятно, что они не смогут взаимодействовать с веществом, так же, как альфа- и бета-частицы, потому что, во-первых, у них не будет массы покоя. Во-вторых, у них не будет электрического заряда. И поэтому гамма-фотоны взаимодействуют с веществом путем частичного или полного поглощения на атомах вещества. При этом атомы, поглощая вот эту поступившую энергию, могут испустить из себя электроны или даже другие частицы. И гамма-излучение будет опасным в основном за счет вот такой вторичной ионизации атомов, которые поглотили гамма-кванты. Зато у гамма-излучения будет меньшее сила... Меньше... Меньше... Оно меньше ионизирует вещество, через которое проходит. Большая часть его будет проходить через вещество и ни с чем не взаимодействовать. Но у него намного большая проникающая способность. То есть оно будет задерживаться только уже несколькими сантиметрами металла, десятками сантиметров бетона, проходит через весь организм с легкостью. Но его ионизирующая способность будет в сотни раз меньше, чем у бета-излучения, и в тысячи раз меньше, чем у альфа-излучения. Теперь я хочу рассказать еще об одном виде излучения, о котором говорится редко, потому что природных его источников, в общем-то, нет. Это нейтронные излучения. Нейтроны, они встречаются редко, но у них есть ряд таких коварных особенностей, из-за чего нейтронное излучение было бы очень опасным, если бы его было много. Во-первых, то, что нейтроны не имеют электрического заряда. Поэтому они могут проникать в вещество достаточно далеко, они не будут электрически взаимодействовать. Взаимодействовать они будут путем непосредственного столкновения их с ядрами вещества. Что будет при этом происходить? В таких столкновениях нейтрон будет постепенно терять свою энергию, передавая часть своей кинетической энергии тем ядрам, с которыми он сталкивается. И рано или поздно, когда он замедлится, он будет поглощен каким-либо ядром. И вот что при этом произойдет? В принципе, у каждого вещества есть примерно 2-3 комбинации, иногда чуть больше, чуть меньше, количество протонов и нейтронов, которые находятся в ядре, при которых этот атом будет стабильным. И если этот поглощенный нейтрон окажется в ядре лишним, то атом может перестать быть стабильным, устойчивым. Он станет радиоактивным, сам после этого распадется и будет излучать другие частицы. Это называется наведенной радиоактивностью и вызывает ее по большей части именно нейтронное излучение. Затем еще одна особенность нейтронного излучения – это то, что оно будет лучше всего останавливаться и замедляться легкими веществами. Если нейтрон ударится о тяжелое ядро, такое как ядро свинца и так далее, тяжелых металлов, тяжелых веществ, то нейтрон отскочит от него и почти не потеряет своей энергии, как если мячик бросить об стенку. А если нейтрон ударится о легкий атом, то он сможет передать ему значительную часть своей энергии и замедлиться быстро. Самое легкое вещество у нас – водород. Водорода в нашем организме очень много. И поэтому в нашем организме нейтроны взаимодействовали бы очень активно, замедлялись и поглощались. Я вкратце рассказала об основных видах излучения. Теперь хочу рассказать о том, что после этого будет происходить с клеткой. В клетке, в какой-то из молекул в клетке появился ион. Ион – частица нестабильная. Он не может долго находиться в таком состоянии. У него есть электрический заряд, и он будет очень активным. Скорее всего, он разорвет те химические связи, в которых он находился в этот момент, и образует новые связи. И при этом молекула, в которой он был, будет разрушена, а в результате могут образоваться другие соединения, некоторые из которых тоже могут быть очень химически активными. Например, это могут быть свободные радикалы или перекись водорода, которая является очень сильным окислителем сама по себе. И что после этого произойдет с клеткой, будет зависеть только от того, какие именно молекулы были в ходе этого повреждены. Оператор, пожалуйста. Самая уязвимая часть клетки – это ее ДНК. Повреждение ДНК, оно будет сказываться в дальнейшем на делении клетки и может проявиться у ее потомков даже через несколько поколений. И вот если клеточная ДНК будет повреждена только одна из ее спиралей, мы знаем, что ДНК две спирали, вот если будет повреждена одна из спиралей, то, скорее всего, она сможет восстановиться на основании другой. Но если будут повреждены обе спирали, притом где-то в близких местах, то, скорее всего, эта молекула уже будет повреждена необратимо. Кроме того, ДНК будет больше всего уязвимой в момент деления клетки. Потому что при делении клетки происходит вот то, что, собственно, на этой картинке. Молекула ДНК, она расплетается на две одинарные спирали, по каждой из которых будет достраиваться спираль для новой образующейся клетки. И вот если в такой момент молекула будет повреждена, то для нее как раз не будет пары, по которой она могла бы восстановиться. Еще один фактор, почему клетка будет очень уязвимой в момент деления, это процесс деления. Спасибо. Потому что в процессе деления в определенный момент образуется так называемое веретено деление. Вот оно здесь так схематически показано. Это такая структура, которая будет растаскивать одноименные хромосомы в две новые формирующиеся клетки. И вот это веретено деление, эта структура очень хрупкая и очень легко повреждается физическими и химическими факторами. И если оно окажется повреждено, то клетка тоже не сможет нормально закончить деление. И это может проявиться у ее потомков или позже. Теперь я хотела бы поговорить о том, какие есть основные подходы к изучению радиации. Во-первых, это... А, я еще хотела сказать по поводу того, что поскольку клетки наиболее уязвимы в момент деления, то самыми уязвимыми тканями в организме будут те, в которых клетки все время делятся. Во-первых, это мужские репродуктивные органы. Во-вторых, это костный мозг, который воспроизводит клетки крови. Потому что все клетки крови, которые находятся в организме, они обновляются каждые несколько месяцев. И если костный мозг будет поврежден, то это может оказаться заметным не сразу, а как раз через несколько месяцев, когда клетки, которые были в организме, потихоньку отомрут, а им на смену новые не смогут прийти. Кроме того, это слизистая оболочка пищеварительного тракта. Это рот, желудок, кишечник, которая тоже обновляется каждые несколько суток. И также это кожа, которая обновляется каждые несколько дней. Вот, в общем-то, самые чувствительные к радиации в организме ткани. И когда ученые обнаружили, что радиация вредит организму, то они столкнулись вообще с таким серьезным парадоксом. Потому что оказалось, что количество энергии, которая в виде радиации воздействует на организм, может быть вообще ничтожно малым, но при этом повреждения, которые она оказывает, окажутся очень серьезными. Например, если единичную, вот однократную дозу для человека, для облучения всего тела, смертельную однократную дозу, пересчитать в тепловую энергию, то этой энергии хватит только на то, чтобы нагреть тело человека на полторы тысячных градуса. То есть эта энергия вообще ничтожна, но при этом последствия, которые она вызывает, могут быть фатальными. Это было названо радиобиологическим парадоксом. И когда с ним столкнулись, то выработали основной принцип, на основании которого начали изучать воздействие радиации. Я о нем уже говорила, сейчас я скажу, как это называется. Называется это принцип попадания и мишени. Можно следующий слайд? Вот клетка. Будем считать, что это клетка. И вот вся клетка рассматривается как набор мишеней. И воздействие радиации рассматривается по принципу попала ионизирующая частица в мишень или не попала. То есть по принципу все или ничего. Она может или что-то повредить, или пройти и не оставить за собой никаких последствий. Но сейчас, в последнее время, наряду с принципом попадания и мишени, был обнаружен новый принцип, который начинает потихоньку сдвигать парадигму исследований радиобиологии. Очень активно изучается. Потому что был открыт эффект свидетеля. Он заключается в том, что на радиацию реагируют не только те клетки, которые были облачены непосредственно, но и те, которые любым образом с ними контактировали. То есть это их непосредственные соседи. Это клетки, которые могли находиться с ними в одной культуре. Или даже было открыто, что это могут быть клетки, которые находятся в среде, в которой другие клетки подвергались облучению. Даже такое взаимодействие позволяет им передавать биохимические сигналы. И вот у этих клеток свидетелей могут наблюдаться как вредные эффекты радиации, то есть у них тоже могут возникать хромосомные нарушения, так у них тоже может возникать адаптивная реакция. Вот насчет адаптивной реакции это интересно, и сейчас я на этом еще остановлюсь, потому что это имеет отношение к тому, как нормируется радиация. Потому что, когда стало известно, что радиация вредна, сразу встал вопрос, в какой именно дозе она становится вредной, где тот порог, после которого она становится опасной. И вот основная гипотеза, принятая на сегодня, на основании которой, собственно, заданы все нормы радиации, самая консервативная, осторожная и такая классическая гипотеза, это беспороговая линейная гипотеза. Она говорит о том, что безопасного порога у радиации нет, что любая доза радиации может с некоторой вероятностью вызывать вредные эффекты. И вот, поскольку мы в любом случае все время подвергаемся воздействию радиации, потому что есть естественный радиоактивный фон, есть вещества вокруг нас, которые излучают, есть космическое излучение, от которого мы никуда не денемся, то вот сторонниками беспороговой линейной гипотезы любое малейшее превышение радиации над этим естественным фоном уже рассматривается как соответствующий риск возникновения заболеваний. Можно следующий слайд? Вот, я хочу показать вот это граффити. Я его сфотографировала в Венеции, в Италии, где очень сильное антиядерное движение, и вот как раз сторонники антиядерных движений, противники атомной энергетики и всего прочего базируются как раз на беспороговой линейной гипотезе. Но в последнее время появились такие исследования, которые вносят некоторые сомнения в беспороговую линейную гипотезу в области малых доз излучения, потому что на основе обработанной статистики это была статистика Хиросимы с Нагасаки, статистика жителей, живущих в радиационно загрязненных местностях и в местностях с повышенным естественным радиоактивным фоном, работников предприятий, подверженных радиацией. Оказалось, что в области малых доз при некоторой дозе облучения, которая немного превышает естественный нормальный фон, будет обнаружен провал во вредных эффектах радиации. То есть там доза облучения будет немножко больше, но вредные эффекты будут чуть меньше, потому что получается, что при малых дозах организм восстанавливается, ДНК чинится, клетки чинятся, но это происходит как бы в естественном режиме. Но после какого-то предела организм начинает замечать повреждения, у него включается стрессорная реакция и он начинает на это реагировать и отвечать. Повышается общий иммунный ответ, улучшается синтез антител, улучшаются механизмы восстановления ДНК, механизмы вывода продуктов распада поврежденных клеток и таким образом получается, что наблюдается спад как в краткосрочных эффектах от радиации, так и в долгосрочных, в том числе уменьшается риск раковых заболеваний. И вот эти исследования сейчас очень активно ведутся и может быть на основе их рано или поздно собственно пределы радиации допустимые пределы будут пересмотрены. В принципе я рассказала основные темы на которых я хотела остановиться это то, какие бывают виды излучения, как именно они воздействуют на клетки, что после этого с клетками происходит. Поговорили о в принципе попадании мишени, об эффекте свидетелей, радиобиологическом парадоксе и о беспороговой линейной гипотезе. Сейчас расскажу вам просто маленький интересный факт о том, что на самом деле у человека есть редкая возможность увидеть радиацию своими глазами. Она есть не у всех, она есть у космонавтов, которые находятся на орбите. Потому что здесь на Земле мы от большей части космического излучения защищены атмосферой и магнитосферой Земли. На орбите, во-первых, нет защиты атмосферы, а во-вторых, защита магнитосферы становится слабее. И кроме того, есть такие места на Земле, где защита магнитосферы очень слабая. Например, над Бразилией есть так называемая бразильская магнитная аномалия, где наблюдается практически дырка в магнитосфере Земли. Ее там почти нет, она очень слабая. И вот, когда космические аппараты пролетают через такие области, то космонавты с закрытыми глазами могут видеть примерно раз в несколько минут яркие вспышки и полоски. По сути, это космические альфа- и бета-частицы, которые очень высокоэнергетичны. Они проникают через закрытые веки, попадают на сетчатку и возбуждают зрительный нерв. И они могут невооруженным закрытым глазом увидеть излучение. Вот. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Эффект свидетель. А, у вас был наведен с излучением или есть какое-то объяснение или объяснение нет? Эффект свидетеля по большей части вызван биохимическими обменами между клеткой. То есть клетка говорит «Эй, ребята, у меня что-то произошло». И они все такие «Хм, давай посмотрим». Да. Там, вроде того. Я читала… Это работает даже в культуре разных клеток, да? Да. Я читала, что вот, в частности, в культуре человеческих лимфоцитов у разных, естественно, у разных, у культур разных людей наблюдалось оно в разной степени, но, тем не менее, было статистически оно достаточно достоверно обнаружено. Там есть много умных слов, которые, наверное, могли бы объяснить биологи о том, как именно клетки это делают. Возможно, воздействие малых доз радиации, когда работает, в том числе, через эффект свидетеля. То есть есть некая малая доза, она повреждает какую-то часть клеток, но за счет того, что эти клетки эффектом свидетеля рассказывают другим клеткам «Ребята, давайте тут под нотареем», то это делает еще один круг активности. Ну, в принципе, да, на самом деле, так или иначе, всегда повреждается только малая часть клеток. Просто тут вопрос в том, то есть пока организма хватает способности с этим справляться. То есть действительно нужно какое-то количество повреждений, чтобы организм их заметил. И после этого, пока он справляется в нормальном темпе с их обработкой, вот будет наблюдаться вот этот вот провал эффекта. После какого-то он просто уже перестанет справляться. Давай проведем небольшие лабораторные исследования о фобиях радиации. Я хочу, чтобы подняли руки те люди, которые хотят, чтобы в Украине построили еще одну атомную радиостанцию. Чтобы подняли руки те люди, которые хотят, чтобы в Украине неким образом демонтировали существующие атомные станции. какие именно? Смотря на то, да. Неплохо. То есть у нас есть какая-то часть воздержавшихся, они еще думают хорошо. А можно еще утащить, чтобы строили те, у кого руки из правильного места? Я предлагаю сильную лему. Давайте попросим, чтобы всегда строили те, у кого руки отлично. Можно вопрос по линейной беспороговой теории? Конечно. Речь шла о том, что мы говорим, нет смысла говорить о вредности каких-то доз, и любая доза это просто вероятность. Да. Есть ли тогда смысл говорить о смертельной дозе? Если всего лишь вероятность просто побольше? На самом деле смертельная доза есть, потому что тогда повреждения становятся такими, что организм уже никак с ними не может справиться. Но ведь это только вероятность? В таких больших числах эти вероятности работают отлично. потому что у кого-то процент у нас наступит смертельная доза там, да, вот да. Трясим, но я думаю, это что вас интересует. Да. Есть 50-ти процентная, есть полная. Он же не моментально получил дозу определенного влучения и сразу... При некоторых дозах даже моментально. То есть есть такое явление, как смерть под лучом, что при очень больших дозах смерть будет в течение нескольких минут, часов. Но тогда уже просто ткани расползаются под воздействием радиации, тут уже ничего не сделаешь. Немножечко теории заговора. Версия, что малые дозы могут быть полезны, не может ли она быть вот таким способом задвинуть какие-то свои планы на то, повысить уровень радиации, это же полезно. Я просто читала не только статьи, я читала не только общие статьи, но конкретные результаты исследований приведенные, вот в частности по культуре человеческих лимфоцитов, с цифрами, с графиками, поэтому если что-то замечается, то сейчас это просто активно исследуется. Есть сторонники, есть противники. посмотрим, когда будут какие-то уже более подробные результаты, будет собрана большая база в этих исследований. Мне самой интересно, что тогда прояснится. Пока они там договариваются, сколько нужно облучаться в домашних условиях. Нужно облучаться в штормах. Как минимум можешь спокойно летать на самолете. А какие ткани больше всего подвержены? Какие клетки быстрее всего? кровь или это... Вот именно которые подверждаются... Да, какие повреждаются в первую очередь? Повреждаются в первую очередь, ну, в принципе, повреждаются все. Просто последствия оказываются сильнее у тех, которые в этот момент делились. Наверное, кровообразование, потому что там всегда... Вот кровообразование, да, то, что я говорила, это костный мозг, который занимается кровообразованием. Один из первых это слизистая кишечника. Слизистая желудка, рта и кишечника, да. Ну, в осинке отгарает и получается, что человек не может усваивать пищу, которая есть. Это одна из ключевых на первых этапах облучения. Ну, да, она, в принципе, вся тогда облазит, то есть у человека возникает сильное кровотечение еще из-за этого, Какие нужны какие-то заняты, чтобы получить все способности? Ой, хотелось бы знать. Сидите. Эффекты проявляются как положительную сторону, так и отрицательную? В обе стороны, да. То есть клетки реагируют так, как будто они тоже были облучены похожим образом. Такой биологический смысл, чтобы реагировать в отрицательную сторону? Я боюсь, что не у всего в организме есть биологический смысл. Что-то происходит просто так, как оно происходит. То есть, если они успевают адаптироваться, успели, не успели, умерли. При эффекте свидетеля на них не воздействует радиация. Да, на них воздействует последствия, то есть поврежденная клетка может выделять какую-то гаву. А может и не правда. Некоторые говорят, что радиация это... Ключ к всех способностям. Это ключ к всех способностям. Элементарный двигатель эволюции. Вот, это тоже. Поскольку она увеличивает частоту мутации, то... А по мутации отбирается, можно ли? Это двигатель эволюции в рамках одноклеточных и тому прочее. Для большого организма мутация одноклетки не тревольнична. Подождите, брали же вот этих мушек, которые дозтрофилы облучали их и через какое-то поколение они давали мужик вместо трассы власть. Если это мутация половых клеток, то прибыль. Да. Половые клетки более подвержены. Мужики дают чуть-чуть больше потомства, чем статистический мужчина. Ну, тем не менее. Если получать поверхность 7 минут. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...